Казанский Уникс В минувшие выходные на домашнем паркете Казанский Уникс принимал баскетбольный клуб «Калев» и «Сталлина». За первую четверть хозяева показали, что желают сегодня уничтожить соперника. 30-12. Затем в 10 минутке второй «Калев» неожиданно практически восстановил равновесие. И к большому перерыву на табло горело 55-46. Очень похоже на интригу. Примечательно, что именно вторую четверть Уникс проводил в русском составе, разбавленном лишь грекам Каймакоглу. Половина игры завершена. Уникс ведет плюс 9, но вторую четверть команды из Казани явно смазала. Будем смотреть вторую половину и верить в победу казанской команды. После ценных указаний тренера вторая половина игры прошла целиком под контролем казанцев. Третий отрезок игры закончился со счетом 76-56. В заключительной четверти Уникс просто добивал и громил. А эстонской команде не смогли помочь ни Миркович, ни Суботич, набравшие суммарно больше 30 очков. Ведь у команды из столицы Татарстана тоже были свои бомбардиры. Нигерийский канадец Мелвин Эжим набрал 19 очков, а Стефан Ласме – 15. Итог встречи 104-78. Второй из двух матчей заканчивается вновь победой Уникса. И сегодня казанская команда набирает такие важные для фанатов 100 очков. Будем надеяться, что в будущем команда будет играть как минимум не хуже. Александр Дегтярев, Роман Полицков. Неделя спорта. Теперь переходим к футболу. На этой неделе состоялись очередные игры в рамках студенческой футбольной лиги Республики Татарстан. Первый матч – сборная Казанского федерального университета против КНИТУ КХТИ. Матч проходил на стадионе Мирас и подробнее с места событий наш корреспондент Булат Славатуллин. Суденческий футбольный сезон Республики Татарстан только начался, но преподнес уже немало новых сюрпризов. В спортивном комплексе Мирас прошла игра второго тура между сборными КФУ и КНИТУ КХТИ. По итогам дуктайм их сильнейшего в этой встрече выявить не удалось. На протяжении 10 минут команда активно владели мячом, создав несколько опасных моментов у чужих ворот. Впрочем, уже на 12 минуте судья пришлось остановить игру. После жесткого столкновения игрок сборной КХТИ Кирилл Гоголев получил серьезную травму ноги, из-за чего пришлось провести срочную замену. Создав острый момент у ворот команды Технологического института, сборная КФУ все же получилась завершить атаку взятием ворот. На 21 минуте отличился полузащитник Айнас Харматуллин. Однако не прошло и 7 минут, как подопечные Алексея Говоркова сравняли счет в матче. После неуверенного выхода вратаря сборной КФУ Ильдара Фахрудинова сборной КХТИ удалось забить красивый гол пяткой. На свой голевой счет записал Тимур Матвеев. Надеждой перевалить преимущественно в свою сторону, тренеры всячески пытались разнообразить игру, выпуская свежих игроков на поле и давая новые установки на вторую 35-минутку. Вылилось это все в грубую игру с обеих сторон. Пять желтых карточек, нулевая ничья во втором тайме и 1-1 в матче. Таков итог игры КФУ КХТИ. Блад Салватуллин, Диана Интимирова, Неделя спортов. Также на турнире свои первые игры провела сборная Павловская Академия. На стадионе Буревестник хозяева поля принимали сборную команды Медицинского университета. Подробнее узнаешь в репортаже Руслана Шигапова. 13 октября в спортивном комплексе Буревестник в рамках студенческой футбольной лиги Республики Татарстан состоялся матч второго тура между сборной Павловской Академии и Казанским государством Медицинским университетом. В самом начале матча команда Павловская Академия дала понять, что будет играть первым номером. Весь первый тайм прошел под диктовку хозяев поля. Контролируя мяч большую часть времени, они один за одним создавали опасные моменты у чужих ворот, при этом не подпуская соперника к своим. Одна из позиционных атак завершилась голом на 17-й минуте, автором которого стал Адель Баталов. Получив установку от главного тренера, после перерыва игроки сборной Павловской Академии продолжили владеть инициативой и полностью контролировать ход игры. Весь второй тайм прошел в центре поля и в зоне гостей. В плане защиты мы сыграли действительно уверенно, не позволили сопернику ничего реализовать. У них, в принципе, мало было подходов к нашим воротам. В атаке надо было больше реализовать свои моменты, забивать побольше мячей и уверенно уже доводить счет до разгрома. Нас ждали непростую игру. В принципе, результатом довольны. На последней минуте матча Павловская Академия забила второй мяч. На этот раз отличился вышедший на замену Андрей Данилов. Итоговый счет 2-0. Уверенная победа одного из фаворитов турнира. Несмотря на небольшое количество голов, обе команды показали интересную, а самое главное достойную игру как в обороне, так и в нападении. Турнир только начался, и поэтому сборной КГМУ еще будет возможность реабилитироваться и побороться за хорошие места в итоговой таблице. А команда Павловской Академии продемонстрировала качественный футбол и подтвердила свои притязания на чемпионство. Руслан Шагапов, Даяна Камалова. Неделя спорта. После проведенных матчей предлагаю вам взглянуть на турнирную таблицу. Итак, первое место занимает сборная Казанского государственно-энергетического университета. В их активе 9 очков. На втором месте сборная Павловской Академии с 6 очками. На третьем месте КНИТУ КХТИ у них 4 очка. Благодаря тому, что сборная КФУ сыграла с КНИТУ КХТИ в ничью, они поднялись с шестого на пятое место. В их активе 1 очко. Остальные результаты вы можете видеть у себя на экране. На этой неделе сборная Казанского федерального университета проведет 2 матча в рамках студенческой футбольной риги Республики Татарстан. Первый матч они проведут 18 октября против сборной КНИТУ КХТИ на стадионе КХТИ Олимп. Начало матча в 16.00. И второй матч пройдет 20 октября. КФУ играет против сборной Медицинского университета. Начало в 11.30. Матч пройдет на стадионе Тулпар. Приходи болеть за свою любимую команду. А мы продолжаем программу «Неделя спорта». И теперь уже говорим о спартакиаде первого курса Казанского федерального университета. На этой неделе прошли еще две дисциплины – плавание и мини-футбол. И начнем мы с водного царства. Кто из первокурсников смог быстрее всех преодолеть дистанцию в 50 метров, узнавала наш корреспондент Диана Интимирова. Самый мокрый этап спартакиады первокурсников КФУ прошел на базе спортивного комплекса «Бустан». В соревнованиях по плаванию принимало участие 67 студентов. Казанского федерального, из них 37 юношей и 30 девушек. Новоиспеченные студенты попробовали свои силы в заплыве на 50 метров. Участие в организации приняли все институты, включая филиал Казанского федерального в Набережных-Чернах. Много ответственности и много работы. Пока еще даже не выключилась из работы. Но, в общем-то, очень хорошо в этом году. Четко, все без всяких проблем прошли соревнования. Перед плаванием самое главное – подготовиться. Сделать зарядку, упражнения на гибкость, признаются пловцы. После каждый участник спартакиады должен был пройти к своей дорожке, приготовиться к старту и, услышав команду главного судьи, проплыть весь бассейн и вернуться обратно. К каждой дорожке был прикреплен судья, который фиксировал время вплоть до каждой секунды. Нагрузка спартакиады достаточно высокая, несмотря на то, что среди участников только студенты-первокурсники. Многие из них подружились с водой еще в начальных классах. Поэтому уровень пловцов был высоким. И сама спартакиада прошла на ура. Призер третьего места, студент факультета таможенное дело в набережной Челнинском КФУ, признается, что плаванием перестал заниматься в связи со сдачей экзаменов для поступления в КФУ. Но сейчас университет помогает снова войти в стезю здорового образа жизни. Эмоции удовлетворительные, потому что я думал, что ничего не займу, так как я давно не плавал. А так, награда есть, приду по раду родителей. Диана Янтимирова, Булат Славатулин, неделя спорта. Теперь поговорим о мини-футболе. Соревнования проходили в спорткомплексе «Бустан» и сборная каждого института. Ехала тут только с одной мыслью, а именно о победе, чтобы в будущем уже сыграть на Кубке Ректора. Диана Камалова подробнее расскажет об играх нового поколения Казанского федерального. 15 октября в спортивном комплексе «Бустан» прошел турнир по мини-футболу в рамках спартакиады среди первокурсников Казанского федерального университета. Все команды начали участие в турнире с одной восьмой финала и, если побеждали своего соперника, проходили в следующий раунд. Игры велись на выбывание, а потому любая ошибка могла стать роковой. В первых же матчах команды дали понять, что будут играть максимально сосредоточенно и особо не рискуя, ведь они отстаивают честь своего института. Предугадать победителя было нелегко, поскольку явного фаворита просто не было. После жарких и захватывающих игр в одной восьмой и четверть финалах определились четыре команды, которые продолжили бороться за кубок. У каждого из них была непростая турнирная сетка. Так, например, Институт физики в первых двух раундах смог одержать победы над Институтом социально-философских наук и Институтом геологии и нефтегазовых технологий с минимальным преимуществом 1-2 и 2-1 соответственно. В параллельной сетке Институт международных отношений истории и востоковедения уверенно разобрался с оппонентами из Института психологии и образования со счетом 5-2. А во втором круге испытал серьезное сопротивление от Института математики и механики, но смог выиграть 2-1. Эконом столкнулся с неуступчивыми психологами и добился победы со счетом 2-1, а затем в напряженной безголевой игре лишь по пенальти вырвал путевку в полуфинал у набережной Челнинского института КФУ. Самый простой путь к решающим матчам из этой четверки был у юристов, которые с одинаковым счетом 3-0 разгромили своих соперников из Института фундаментальной медицины и биологии и Института вычислительной математики и информационных технологий. В первом полуфинале сборная ИУЭФ уверенно одолела юристов, забив три безответных мяча в их ворота. А во втором противостоянии Институт международных отношений был сильнее физфака 1-0. В матче за третье место интрига сохранялась до последних секунд, а победа и бронзовые медали в итоге достались Институту физики, который обыграл своих соперников в упорной борьбе со счетом 4-2. В финале команды показали яркую и красивую игру, но удача улыбнулась экономистам, которые с тем же счетом 4-2 взяли верх над Институтом международных отношений. В итоге международники довольствуются вторым местом, а взявший кубок эконом-чемпион. Даяна Камалова, Руслан Шигапов, Неделя спорта. Ну а сейчас давайте взглянем на турнирную таблицу спартакиады первого курса Казанского федерального университета после пяти дисциплин. В большой группе первое место занимает Набережный Челнинский институт КФУ, в их активе 84 очка. На втором месте Институт управления экономики и финансов, в их активе 81 очко. Замыкает тройку призеров Институт международных отношений, истории и востоковедения. Остальные результаты вы можете видеть у себя на экране. В малой группе первое место занимает Институт физики, в их активе 76 очков. На втором месте Институт экологии и природопользования, с 56 очками в активе. Замыкает тройку призеров Институт геологии и нефтегазовых технологий, в их активе 47 очков. Остальные результаты вы можете видеть у себя на экране. Ну вот такая у нас выдалась Неделя спорта, а что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Полинсков, вы смотрели программу Неделя спорта. Еще увидимся, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин